всем привет дорогие друзья сегодня начинаем наш новый влог с готовки я буду сегодня по меню готовить у меня суп борщ я сразу прошу делать оговорочку у меня все что со свеклой это борщ поэтому вот я его готовлю как ест моя семья где точно буду уверена что все будет съедено поэтому картошка морковь свекла капуста но я варю на бульончике который заранее всегда замораживаю но варю с тефтельками так дети едят очень хорошо поэтому у меня вот такой вот свой уже выработанный рецепт сегодня у нас такой денечек когда муж у меня приезжает со сплава он ездил с компанией у них раз в год это проводится так получилось что мы с детками дома то есть я стёпа и вера как бы дома находились и мы ждали мужа потому что я повторюсь не умею водить автомобиль у меня нет водительского удостоверения нужно было ехать на дачу поэтому такое получится в ложек зайти с домашними делами с мотивацией на уборку и еще и кусочек дачи захватим еще раз повторюсь что я несказанно рада тому что вернулась к своему планированию это действительно рабочий инструмент почему потому что сейчас вот у меня получились такие да не запланированные выходные то есть от работы и за счет того что у меня все прописано что нужно сделать я четко шла по этому плану плюс нужно было еще позаниматься с детьми плюс конечно же дети дома они тебя вовлекают какую-то игру им тоже хочется и внимание да раз уж мама дома и безусловно да и не хватает то то внимание которое мы не привыкли когда я находилась дома это когда я сейчас на работе конечно но в разы отличается вот поэтому хотелось и с ними побыть побольше времени и дела какие-то домашние тоже накопились которые ты вроде бы и надо сделать но ты их откладываешь там как окна помыть шкафы разобрать поэтому вот сегодня это как раз те тот момент когда нужно было все закрыть гельштаты свои да по уборке и вот очень хорошо мне список дел помог в этом вопросе роман у нас до сих пор находиться с бабушкой на отдыхе поэтому из всех помощников только я да я и еще раз я но нужно отдать должное малышам они по своему возрасту очень сильно помогают и живой за животными могут присмотреть где-то что-то помочь и покормить и так далее то есть как бы все мы таким знаете о общем отрядом работаем и нормально не скажу что прям знаете для меня это было ой дома с детьми нету все с удовольствием провели время потом уже у нас со вторника степашу вышел в детский сад а с верой мы оставались дома вот сейчас продемонстрировала вам масло обжариваю я все на оливковом масле в меню у меня сегодня был суп борщ картофель запеченный и те в теле с овощами это был из заморозки я забыла выложить мясо чтобы приготовить вот поэтому воспользовалась своими заготовками я тот самый человек который не умеет резать картошку на весу знаете как вот на руках люди режут у меня всегда досочка при себе поэтому я делаю плюс у меня еще оставалось там на две порции макарон поэтому картофеля я не стала много делать ну и как-то разнообразие сейчас в сезон до овощей стараемся побольше овощей кушать и чтобы витамины тем более то выращено своими руками это все экологически чисто полезно и максимально стараюсь конечно готовить со своими уже овощами вот поэтому и меню составляю таким образом чтобы побольше было овощей так что у нас получается те в телечке вайсов картошка листу картошки немного потому что в макароны были поэтому всем приятного аппетита обедаем и дальше работаем далее по плану у меня была уборка в ванной комнате у нас разделен санузел и ванная комната поэтому такие небольшие получились но тем не менее уборки тут не меньше нужно было все проверить нужно было убрать технику мыли полы сушилась ведро с тряпкой то есть все разобрать также нужно было перебрать все косметические средства посмотреть и по срокам и где что у нас чуть-чуть оставалось нужно было добавить то есть мы такие вы знаете дела которые нужно обязательно делать но не на ежедневной основе конечно вот ванну мы чистим каждый день перед помывкой детей даты с принятием ванны потому что в течение дня ванна она используется да то есть там где-то набрать воды чтобы помыть полы где-то пометла по собаке то есть ну такая производственная получается вечером уже со средством мы промываем ванну мы не ремонтировали когда у нас был два года назад ремонт она у нас вот как мы купили бывших владельцев так она и стоит с той же мебелью в том же состоянии конечно очень хочется очень хочется здесь сделать такой капитальный хороший ремонт выбрать плитку которая уже тебе нравится без вот этих темных вставок без вставок с вензелями вот это вода плитки мне хочется что-то такого нейтрального светлого но это очень такое затем не бюджетный проект но сможем подумали что наверное косметический какой-то ремонт все-таки когда закроем дачный сезон нужно провести мебель пора менять потому что мебель уже здесь достаточно потрепанная и так вот мы ее потихонечку приводим в порядок чтобы еще постояла послужила вот более такие езда значимые дела тут еще у нас и появилась дача который тоже требует определенных вложений и времени так как будто же все выходные мы там то есть в пятницу ехали воскресенье приехали тут уже знаете не до косметического ремонта вот поэтому в планах есть я надеюсь что обязательно все получится как говорится зайти было бы желание все остальное найдем вот поэтому пока так конечно о капитальном ремонте речи не идет но хотя бы поменять мебель замазать швы покрыть акрилом ванну потому что ванна вот она вот этим голубым цветом стоит я очень редко снимаю ванну комнату не люблю потому что вот она вот какой-то она всю дать и не додела на носику то вот не очень симпатичная потому я стараюсь ее меньше всего показывать но тем не менее иногда она у меня промелькивает вот и конечно тут работы тоже много я думаю что нам постепенно потихонечку заменим нужные полки поменять и шкаф купить там ну есть уже в наметках я думаю что получится а вот сейчас что делать сейчас прочистила полностью раковину все шкафчики все промыла не закончился у меня я обычно все это промываю саноксом мне очень нравится он убирает весь и налет особенно с нашей голубой вот этой ванны чугунный но не было закончился и и я пим люксом просто чистила да обычно никакими новомодными средствами старым добрым пима люксом а вот все прочистила все промыла свежо хорошо мебель готова поэтому дальше можно жить вот и 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 дело у меня, у нас говорю, это разобрать вверенные вещи в шкафу, потому что девочка наша растет, растет не по дням, а по часам, и получается, что вещи, которые мы покупали в начале лета, и уже какие-то даже малы, какие-то впритык, и я решила перебрать, посмотреть, и уже по факту там, да, как-то, ну, составить список того, что нужно. У нас такой есть, давно уже сложился такой принцип, еще когда Рома у нас ходил в детский сад, мы новые вещи покупаем всегда к началу учебного года, то есть и когда учебный год заканчивается в мае месяц, они летом носят то, что вот от садика там остается, потому что они растут, если нужно, конечно, если нужно, то в коротком, там, знаете, не ходит, в застиранном или еще что-то, мы все-таки как бы следим, стараемся следить за внешним видом, чтобы все было опрятно, чисто, чтобы не было никаких пятен, и, да, то есть и поэтому мне нужно было уже понять, что приобретать, какие вещи, чего у нас не хватает, и разобрала, разобрала, чуть далее покажу, какое количество, там, о платье, там, и какие-то такие, знаете, повседневные вещи, пижамы все, выросла она, то есть вот нет вот этих, я не люблю, когда у детей короткие рукава или короткие штаны, мне надо, чтобы все было в размер, чтобы это вот, ну, внешний вид, он есть внешний вид, да, чтобы это, еще раз повторюсь, было все опрятно, вот. Хранение в шкафах детей у нас организовано по методике Мария Монте-Сори, то есть это когда ребенок самостоятельно берет вещи, самостоятельно их складывает на место, то есть, чтобы ей было удобно, даже в верхней полке, да, она спокойно ставит свой стульчик, достает, если ей что-то нужно, поэтому, учитывая тот факт, что в свои, там, почти 4 года Вера самостоятельно одевается, выбирает, там, да, где-то я ей говорю, что взять, но в основном она сама составляет свой образ, я, там, корректирую еще что-то по погоде, либо ей даю, да, и Вера одевается сама, то это, конечно, еще и мои временные, да, затраты минимизирует. Также отвечу на вопрос, мне его задавали уже давненько, но, так как была пауза, да, в съемках видео, сейчас отвечу, по поводу закупки одежды, по какому принципу мы действуем, да, и как вообще это происходит. Честно, одежда мы покупаем круглый год, в каком плане, если я вижу, что, например, хороший костюм, он идет с хорошей, такой, значимой скидкой, я беру, то есть я беру, я покупаю, но беру всегда на размер больше, то есть это касаемо каких-то вещей, да, на повседневную носку, нижнего белья, это касаемо, например, там, пижамы, да, и так далее. Что касается верхней одежды, мы берем максимально близко к сезону, потому что дети вырастают, вот, там еще не такие большие, не такое большое поднятие цен, кто-то еще распродает прошлогоднюю коллекцию, то есть мы покупаем, вот, стараемся подешевле, потому что, ну, одежды нужно много, дети растут быстро, и поэтому стараемся как-то вот таким образом, но покупка одежды у нас круглый год. Почему беру сейчас тоже на размер больше, потому что, ну, они вырастают максимально быстро, и все равно это все пригодится, те же пижамы, там, да, нижнее белье, так вообще носки, это как горячие пирожки у нас, я не знаю, что за носки это у нас в семье завелся, но особенно у Степы, у него, как правило, всегда там по одному носку, и это вообще проблематично. Поэтому еще раз повторюсь, что мы не покупаем сразу на всех одежду, то есть постепенно закупаем, то есть я недавно была в магазине, увидела там белую рубашку на Степу, тоже со скидкой, там оставалось последних там несколько размеров, и как раз был его размер, естественно, я ее приобрела, потому что утренники в детском саду, они никуда не делись, и эта рубашка пригодится. То есть, опять же, да, вот, ну, купили, приобрели заранее. Вот, у нас был такой опыт, когда мы всех троих детей одевали в одно время, я хочу сказать, что это далеко не бюджетно, и это очень сильно бьет по финансовой составляющей семьи, поэтому постепенно, потихонечку, вот лучше, я считаю, по одной-две вещи, ну, пусть это будет там на размер побольше, и она в любом случае всегда пригодится, чем вот так вот я пришла, и там тысяч 20-30 я оставила в магазине, чтобы там купить вещи первой необходимости, ну, сразу на всех троих детей. Вот, по подготовке к школе тоже скажу о том, что всю канцелярию я закупаю всегда заранее, вот, форму Роману мы заказываем отдельно, у них индивидуальный пошив, так как класс специализированный, да, вот, и мы заказываем в ателье, поэтому централизованно, все вместе, то есть тоже это заранее, и мы просто уже знаем примерно в каких месяцах нам нужно будет это оплачивать, то есть мы уже, как говорится, предупрежден, значит вооружен, все, то есть, надеюсь, ответила на этот вопрос, то есть, ничего такого сверхъестественного, ну, как мне кажется, так, наверное, делает большинство, велосипед не изобрела, но, тем не менее, на вопрос ответила и поделилась с вами, как да и по результатам, девочки, вот это все на дачу, сейчас я все аккуратно сложу в пакет, все там ботинки вот у меня стоят, уже я маленькие, вот да, вот так вот и живем, вот так бы в садик собирались, только сказала, сейчас папа приедет, едем на дачу, пять минут, да, все готовы, главное, все правильно у всех одето, никого переодевать не надо, молодцы, Макса тоже понял, видимо, что сейчас движуха начнется, пойдемте покажу, что возьмем, вот вот тут у меня вещи уже лежат, все, то есть, вот мы как с дачи приехали, я постирала, мы эту же одежду одели и на дачу, потом в ней же приедем, так, ну что берем, боже, дети ели кучу, так, ну понятно, что мы берем, собака, это обязательно, что у нас еще, феечка, без феечки на огороде нельзя, обязательно набор стоматолога, а вы как хотели, ну и, конечно же, это, 15 минут тишины, мультики, так, здесь у нас вещи, которые постираны, сейчас я вот так вот все что делаю, я слежу, играть она в это все равно ничего не будет, мы туда-сюда катаем, ну ладно, так, что берем, значит, вот здесь вот у меня в чеплашечках, те втельки, которые мы приготовили ранее в видеоролике, тут у меня в чеплашечке пополам, остатки картошки мы с детьми поели и макароны, дальше здесь у меня суповой набор, картофель, лук, морковь, я завтра с утра встану, пока завтра варится, поставлю, закинул супчик на обед, пообедаем и домой поедем, корм Максу, ему вот на сегодня, на завтра за глаза, он у нас там работает свиней доедалка, за всеми детьми, кто не доедал, у нас Макс, дальше молоко, безлактозная Вера у нас пьет перед сном, ну и вообще Степа тоже любит, или в каши я добавляю, взяла, у нас две упаковки, одна начатая, я взяла целую, потому что могут просто так и с ягодами поесть, дальше насобирала, остатки тут у нас вот к чаю, потому что все мы знаем о свежем воздухе, все съедается, две буханочки хлебушка, то же самое на даче, только в путь, папе нашему майонез, только в путь, да? и тебе, ага, по майонезу тебе, ну как я говорила, передвижная птичка с нами, кетчупа нету, а осталось у нас попкорн, такой вот карамельный, колбасочка, ну и как я сказала, майонез, все, вот это сейчас все я упаковываю, пакеты у нас вот такие вот, три больших пакета у нас, это из Леруа и Мерлен, очень удобно, кстати, очень удобно, мы в них возим, ну и все, останется только принять душ, собраться, одеться и погнать, время у нас пять минут девятого, но если мы к вечеру, вечера, если мы в принципе туда приедем к десяти, это будет успешный успех, то есть по сути мы поужинаем и, ну что-то с мужем в огороде быстренько там польем, поделаем, посмотрим, дети поужин, молочко я взяла, вот и все, и спать, ну ужин и спать, а утром с утра, вот как я говорила, да, в прошлом видеоролике, с утра, не тратя время на дорогу, на сборы мы спокойно уже начнем, аккуратно, приехали на дачу, мороженое лопает, вот взяла ужин, да, ого, все хорошо, на улице просто темень, ужасно, прям, выколи глаз, называется, и так, прошлась быстренько, пока фара ужас, сели в машине, ничего не видать, надо тоже освещение делать, хотя у нас толпа посвящения есть, но там что-то нет, какого-то громота вода или что, и не вариант пока его использовать, так что, да? Да. Да. Будем сейчас ужинать и спать ложиться. Я примерно вот эту кусок кусаю. Ужас, потихоньку, потихоньку. Да, на своей кровати. А, такой, ну, такой, сисью. Ой, девчата, ну, кто зарядил, у нас дождь, ну, мы что сделали? Во-первых, собрали урожай, сейчас добегут огурцы, огурец перерос пока, я знаю, в прошлый раз не увидела их, кабачки, перцы, череп, помидоры, баклажат, так, пока оставила, ладно, потом вытром. Хотела собрать, ой, малину, говорю, смородину, под крышу пойду, но это, дождик пошел, мы вот начали косить траву с мужем. Он косит, я убираю, вот у меня, видите, тележка осталась, убросили, полил. Все и гремит, как тут тоже у меня, я обработала две грядки со свеклой, так, убрала сильные сорняки и немножко подрыхлила землю, потому что, ну, как я говорила в прошлом видеоролике, из-за дождей очень уплотнена земля, конечно. не знаю, будем, наверное, осенью как-то все это дело тоже, либо с торфом, ну, вот, какой-то надо землю немножко нам добавить. Сейчас хотели привезти, но сейчас вы куда ее подсыпать? Морковь, он полная, то есть сюда, сюда тоже, везде все просажено, везде все сделано, но что делать? По принципу, у природы нет плохой погоды, муж у меня сейчас, по-моему, пошел кофеек попить, решили с ним погреться кофеек попыть, и что, и, наверное, я займусь, переберу комод дома, вещи все лишние заберу, раз уж погоды у нас нет, ну, и посмотрим, он будет качать воду, надо в теплице воду налить, поэтому, ну, я хоть рада, знаете, что хоть мы немножко, во-первых, собрали урожай, что хоть чуть-чуть подкосили, вот такие вот моменты, да, подкосили у нас, видно, потом, может быть, все-таки утихомирится, ну, хотя, думаю, навряд ли, но посмотрим, я еще хотела, что, я еще хотела золой просыпать опять капусту и салат, вот, ну, посмотрим сейчас, как и что у нас, погода-то на Урале непредсказуема, в общем, будем по обстоятельствам, сейчас пока дожди нальет сильный, я ушла в дом, дома приберусь, а потом уже будем смотреть по ситуации, муж погреется, переоденется, у него есть и дождевики, все, то есть, будет таскать воду, а я уже посмотрю, говорю, пообнять, хотела смородину собрать, созрела смородину, но, видимо, не сегодня, так что вот, кстати, по поводу, сейчас добегут, наверное, все-таки, по поводу щавеля, за который я переживала, какой-то, да, не поднялся, но все, основной поднялся, он же как сорняк растет такой, поэтому вот, тут тоже кабачки, у меня такая зелень, такой лист мощный, и что-то мне не очень нравится, будем читать питуньки, очень хорошо, вот, наверное, все-таки, эти грядки я под питунь и отведу, так что вот, ладно, пойдемте, все мокнуто, здесь, видите, все взрыхлило, чтоб хоть чуть-чуть дышала репа у нас пошла, все-таки можно, наверное, одну там и вырвать, попробовать, слышите, не знаю, слышно, нет, наверное, слышно будет, прям гремит, о, какая, пойду сейчас попробуем, надеюсь, готово будет, так, девчат, ну, я, как и говорила, да, у природы нет плохой погоды, хотела комод разобрать, вот тебе, пожалуйста, дождина, ладно, все, занимаемся разбором комода, я еще хочу посмотреть постельное, на второй этаж сегодня не полезу, уже по факту будем там с ромкой мешать, он мне сказал, что он будет у нас на втором этаже жить, вот, собственно, здесь у нас, как вы видите, полный трындец, я хочу это назвать, короче, ничего не закрывается, сейчас я, у меня еще просто недавно приезжала сестра мужа, да, ну, у меня она заловка называется, Настя приезжала и привезла от своего сына вещи Стёпе, ну, дачные такие, да, вот ходить, и поэтому у нас завал еще произошел, поэтому я сейчас все просмотрю, я тут знаю, что у Веры есть колготки, которые ей маленькие, все проглядим, все сделаем, покажу уже, давайте, результат после, я сегодня без штатива, мы быстро-быстро собрались, думаю, что, как вот, процесс уборки-приборки, достаточно в видеороликах, давайте, будет из серии до и после, вот так вот назовем, и так, картинка до, так, давайте, наверное, первое, что я покажу, значит, вот здесь вот, в кровати у меня вещи, просто мне надо футболку доложить, Вера, закрой, пожалуйста, этот, воду, Вера, воду закрой, воду закрой, пожалуйста, так, здесь все, помоги ей, пожалуйста, воду закрыть, здесь у нас категория вещей, называется, один вырос, второй не дорос, нельзя туда вставать, Ромка вырос из вещей, Степа еще не дорос, у нас еще год ему будет хорошо, то же самое со степенью, тут пижамка, какие-то футболки, я думаю, Вере на даче будет самое оно, носить все-таки на футболке, знаешь, Степа, какая разница, и давайте покажу, что у нас с комодом, просто я, например, не вижу смысла нам возить вот эти вещи туда-сюда, решила оставить тут, здесь у меня пакет вещей домой, то есть, сейчас я за это тут положу, домой же у меня поедет, мы забыли, пауэрбанк в прошлый раз, и коробочка с семенами, так, это вот здесь надо оставить, это мама мне сделала вот такую баночку посадить, так, здесь остается только протереть, ну что, поехали, здесь у нас все шляпы, шапки, так, дальше, здесь какой-то получился у меня мальчуковый отдел, нижнее белье, купальное, носки мужиков, Степины, папины, Ромкины, у Веруси, теплая кофта, нижнее белье, пижама, купальник, носочки, штанишки, и рубашка купальна, футболки, шорты, кофточки с длинным рукавчиком, у Степика и Ромика, вот здесь вот, футболки, шорты Степкины, здесь футболки, шорты, футболки Ромкины, Ромины штаны, Ромины шорты, Степкины штаны, закрывай, ну а здесь, внизу, муж, самый человек, у которого больше всего одежда, значит мои штаны, шорты, футболка, носки, ну купальник, все, ой, разобрали, браслет Верина от комаров, не знаю, помогает или нет, но пахнет ужасно, и вот это вот вещи, из которых Вера выросла, ну это дачные вещи, мы сейчас поедем, когда мы будем выбрасывать мусор, я просто возле мусорного бака вот так поставлю, может быть кому-то надо будет, может быть кому-то нет, поэтому вот так вот, и сейчас пойду, ну протрой здесь, какая-то косметичка, аптечка, понятно, лопают, лопают сладости, дальше, вот здесь вот еще нужно навести порядок, у нас тут какие-то средства личной гигиены, еще что-то, все здесь лежит, и здесь у меня мамины вещи, в которые нам приезжают, у меня племянник, когда у нас был в гостях, я освобождалась, надо ей аккуратно все сложить, какие-то ромкина кофта с длинным рукавом, ну и внизу у нас постельная, а здесь вот какие-то их занимашки, так что вот, сейчас здесь тоже еще наведу порядок, дождик так морсит, поэтому не знаю, сейчас будем решать, или все-таки обед готовить, или стартуем домой, но я думаю, что мы стартуем домой, Поехайте! Нет, спасибо! Всегда за кадром Макс, бедный страдалец, что, потихоньку наполняем бассейн, шаг за шагом, опять, вроде тепло обещают, посмотрим, так, малину я собрала, у меня тут все уже помылось дождиком, спасибо, дождик, муж мульчирует огурцы, здрасте! Вот, все, что скосил, в тепличку. Сейчас уже не прополоть, земля мокрая, я как-то пробовала полоть после дождя, так себе, удовольствие, а потом, наверное, сейчас будем собираться домой, сейчас он докачает воду, все будем убирать, домой поедем, ну вот, как-то, как-то вот так у нас получился этот, дачный выходной, да? Ну, хотя, что плохого, в принципе, траву немножко подкосили, то вперед, две-три грядочки сделали, то вперед, огурцы переростки собрали, хорошо, сейчас зеленушечку, заедем помидор купим, у нас зеленые еще, не краснеют, все, воды накачали, ну и нормально, в конце недели, для мамы в отпуске, мамы с Ромой, приедут сюда, тоже проверят, посмотрят, я сейчас соберу, петрушечку, салат, вот, гортензию, все, кабачки, надо еще, чтобы муж перепроверил, я слепаю без очков, никак не могу девочке себя заставить, она постоянно с нами носить очки, поэтому, я могу даже кабачок не увидеть, он насольется с листой, на этом буду заканчивать свой видеоролик, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, пока-пока,